Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 7 апреля. Напомню, что сегодня первая пятница месяца и выходят одни из показательных отчетов по США. Это количество созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Сегодня эти данные выйдут в 15.30 по московскому времени. Как это бывало ранее, очень часто рынок в ожидании данных этого показателя уходил в коррекцию, но когда публиковались данные, очень часто все продолжало двигаться в сторону большего тренда и в сторону основной тенденции, которая была предыдущей на рынке. Давайте сейчас посмотрим, что у нас происходит по паре евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели уход ниже минимума, который был зафиксирован позавчера, 5 апреля. Ушли буквально на 6-7 пунктов, но тем не менее ордер стоп-лосс по открытию позиции здесь мог также сработать. Поэтому на текущий момент пара все еще торгуется в данном диапазоне, ниже она не ушла, поэтому большая вероятность сейчас рынок ожидает выхода данных из США, чтобы дальше уже продолжить свое движение. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление евро остается в силе, но на текущий момент необходимо дождаться обновления локального максимума, для того, чтобы мы получили подтверждение, что цена начинает двигаться дальше на укрепление евро. Соответственно, отслеживаем уровень 1.06.82 и уже после этого, после обновления данного максимума, повторно можно рассматривать присоединение на покупку. Если говорить о продажах, то закрепление ниже отметки 1.06.38 также откроет предпосылки на продажи по паре евро-доллар. Пара британский фунт и американский доллар вчера не смогла пока уйти выше максимумов 1.25, максимум, который был показан вчера. И на текущий момент торгуется в узком диапазоне, то есть верхняя граница это максимум вчерашнего дня, нижняя граница это минимум. То есть порядка 54 пунктов на текущий момент диапазон составляет по паре британский фунт. Опять же, если говорить о покупках, нужно уйти выше 1.25. Если говорить о продолжении продаж, то на текущий момент в среднесрочном мы смотрим пока по направлению вниз. Это уход ниже 1.24.50 по данной паре. Если мы рассмотрим более крупный таймфрейм, то здесь мы видим подобие треугольника, что нам может подсказать о рынке о данной валютной паре. То, что данный актив сжимается и в ближайшее время мы можем увидеть выход из данного треугольника. Соответственно, по уже тому направлению, которое будет выбрано локально. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое направленное нисходящее движение. То есть уже дошли до отметки 75.15 по сегодняшним минимумам, которые были. И тенденция нисходящая также, соответственно, продолжается. Если говорить о среднесрочных уровнях, то практически вплотную уже подходим к отметке 74.95. И уже вблизи данного уровня, как мы отмечали ранее, может сформироваться разворот на продолжение восходящего треда, который уже можно будет отследить на часовом таймфрейме. Здесь на текущий момент важный уровень, который стоит отметить. Это максимум, который был вчера 75.76. Уход выше данного значения. Открывают предпосылки на начало покупок по австралийцу. Пара американский доллар, канадский доллар после обновления локальных максимумов вчера все же не смогла уйти выше тех высот, которые были взяты 4 апреля. Они дошли буквально несколько пунктов. Но, тем не менее, к концу торговой сессии скорректировалось ниже уровня открытия. Сейчас торгуемся у минимумов вчерашнего дня, которые были показаны в отметке 1.3398. На текущий момент делаем вывод также, что рынок ждет важных данных, чтобы на них уже среагировать. Если мы говорим о обновлении минимумов и уходе ниже данной отметки, то уже краткосрочно можем увидеть снижение американского доллара по отношению к канадскому доллару. Но последний выход из боковика, который отмечался ранее, делает предпосылки на укрепление американского доллара по отношению к канадскому доллару. Но для этого необходимо уйти выше отметки 1.3451, максимумов которые были 6-го числа и 4-го. Пара американский доллар и японская и иена продолжают свое нисходящее движение. Сегодня уже с открытия обновили минимум, который был зафиксирован вчера, 110.28. Соответственно, тенденция нисходящая по паре американский доллар и японская иена остается в силе. По индексу DAX также находимся в коррекции. Вчера был обновлен локальный минимум, но к концу торговой сессии закрылись выше открытия. Если говорить о покупках по индексу DAX, то индексу необходимо закрепиться также выше отметки 12.248, выше максимумов которые были зафиксированы вчера. До тех пор тенденция нисходящая по индексу DAX будет продолжаться. По золоту сегодня с утра мы уже видим продолжение восходящего тренда. Напомню, 5-го апреля была сформирована довольно-таки интересная модель, которая показала нам обновление сначала минимума, а затем к концу торговой сессии вернулись выше фактически открытия рынка. Что в свою очередь говорит нам о ложном пробитии. И сейчас тенденция продолжает свое движение по направлению вверх, как мы и отмечали ранее. Сегодня с утра уже дошли до 12.269 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает свое восходящее движение. Сегодня дошли до максимумов в области 56, 55.91, 56 ровно. Ближайший коррекционный уровень находится на отметке 50 или 78, порядка 2,5 долларов за бочку нефти марки Brent от локальных максимумов. Ну и по индексу доллара пока мы видим некоторые замедления в росте данного индекса, но тем не менее он все еще продолжается. Если говорить о продажах, то нужно уйти ниже минимумов, которые были, у которых индекс стоит уже последние 3 торговых дня. Это область 100.28. Уходь ниже данных данной отметки, откроют предпосылки на дальнейшее снижение данного инструмента. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хороших выходных и увидимся в понедельник. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok